Всем привет! Гости на одноклассниках меня попросили снять видео с замеса теста на крэм. Сегодня я вам покажу как я его делаю. Это рецепт мой, они рецепты разные все, я покажу мой рецепт. Для этого нужно йогурт натуральный, у меня мильт 500 грамм, Крем фрешер такой как сметана 30 процентный, я возьму только половину баночки 100 грамм, соль и сода. В чашку выливаю наш кисляк, для тех кто имеет дома простоквашу и сметану, могут просто заменить на простоквашу и сметану. И пол баночки, пол баночки только возьму в тесто, много жира нельзя в любом виде, хоть масло, хоть маргарин, хоть сливочное масло, хоть сметану, нельзя много, потому что когда вы пекете на масле и кладете много жира в любом виде, то у вас тесто впитывает много жира, поэтому пол 100 грамм на пол литра самое хорошо. Я размешаю веничком, потому что у меня всё холодное, прям с холодильника, поэтому я вначале размешаю всё веничком, можно рукой, но она холодная, поэтому я буду размешивать венчиком. И пол чайной ложечки соли, можно чуть-чуть больше. Кто любит посоленее, можно ещё чуть больше. Опять всё это размешаю. Теперь я положу сюда, насыплю пол чайной ложечки соды, больше не надо, они от соды тоже очень много масла впитывает и она много соды, она горчит. Вот столько, можно чуть-чуть больше пол чайной ложечки. Теперь я это буду размешивать рукой и я насыпала соду не по всему этому, а в одно место, потому что я сейчас буду вот так вот соду эту, чтобы она гасилась в одном месте и она начинает у меня пениться. Затем я быстро мешаю, у меня вся эта масса начинает хорошо пениться, вот она одна пена, это очень важно и сразу замешиваю, у меня здесь просеяно 1 килограмм муки, но она нам вся не нужна и замешиваем. Тесто должно быть мягкое, но не расплываться. Тут уйдёт где-то грамм 700 муки, но мука опять же разная, нужно смотреть по своей муке. Хорошо собираем со стенок. Тесто я почти не даю лежать, я ему дам минут 5, максимум 10 минут, я дам полежать, чтобы его ещё раз потом обнять. Вот такое вот оно у нас получилось. Я его оставлю лежать 5-10 минут под чашкой и потом буду печь. Вот у меня тесто полежало 10 минут, с него можно и пирожки печь и беляши печь и лепёшки и сухие лепёшки, можно на сухой сковородке лепёшки печь и крыблики. Вот я сделала 5 штук, по 16 у меня получилось пирожков. Вот такое у меня любят дети, я просто раскатываю их вот так и лепёшки. Сейчас проверим наше масло. Масло я проверяю так, кидаю кусочек теста, если оно сразу поднялось, значит масло у нас уже нагрелось и мы можем уже печь. Вот оно у нас поднялось, тесто поднялось, можем уже сюда кидать и печь. Я пеку много масла, потому что я не люблю, чтобы они были придавленные и прижаренные, не нужно, чтобы они плавали. Маш кусочек готов, тесто поднялось. Пальчики, когда кладёте, их нужно постоянно вот так вот помешивать, чтобы они со всех сторон были одинаковыми цветом, при включении. Если Вы много кидаете вот этих мелких пальчиков, их плохо вилками доставать, у меня есть вот такая шумовка, я её достаю сразу всё. Пирожки тоже меня спрашивали на одноклассниках, как я делаю форму, я ничего особенного не делаю, просто когда я их слепила, я их вот так вот сдавливаю, у меня получается в такой форме. Пирожки можно и толстыми раскатывать, тесто толстыми раскатывать, я не люблю, у меня любят равномерные начинки и тесто. Если сверху тесто хорошо поднимается, если оно вот так вот начинает вострескаться, поверните его, а потом когда оно уже подпекётся, цвет свой наберёт, Вы можете ещё раз потом повернуть. Потому что если Вы сейчас оставите их так лежать, они лопнут и будут брызгать. Кребль готовы, с этого же теста я делала палочки, лепёшки и пирожки с картошкой, также можно и беляши делать с этого же теста. Если Вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, смотрите дальше мои рецепты. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok